Тамара Федоренко хорошо помнит времена, когда здесь на Нахабинском шоссе кипела жизнь. Четыре дома возвели как временное жилье для строителей Звенигорода в 60-х. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Наш дом квартирный, но они без фундамента. Внизу дома построен на озере, внизу дома все время вода, дом разрушается. Три дома из четырех расселены, один снесен. Остальные создают колорит на Нахабинском шоссе. Дом номер 9 уже несколько лет как признан аварийным. Раз он признан аварийным, будем решать совместно с администрацией вопрос, чтобы найти варианты в программу включить переселение. Или еще какие-то варианты переселения в другие дома. Это, конечно, будем вопрос решать. В доме номер 38 на полевой улице в Звенигороде ситуация, по словам прокурора, и вовсе критическая. Трещины по корпусу. Плохой дом. Это здесь шесть квартир и несколько помещений. Да, здесь шесть квартир, но с учетом квартир коммунального заселения, помещений, в которых люди живут девять. И, соответственно, девять семей, которые будут претендовать на получение жилья. Дом на полевой улице ведомственный. А значит, в первую очередь администрация округа должна взять его на баланс. Здесь люди выживают, я смотрю. И здесь вот в срочном порядке, сейчас я буду говорить с главой, и будем приглашать арбитражного управляющего. Здесь это ведомственный дом. Это не муниципальный дом, к сожалению. И муниципалитет пока никак не может сам расселить этот дом. В ближайшее время будет приглашен арбитражный управляющий, которому предстоит выставить дом на торги. И если покупатель не найдется, администрация Одинцовского округа сможет принять здание в свою собственность. И только тогда приступить к расселению. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.